здравствуйте друзья остался позади контроль на пропускной пункт мы получили пропуск талон для парковки и движемся на campground то есть на такое место так света руководить движением налево пошли значит место называется new brighton beach это не тот brighton beach которые знают все в нью-йорке это это наш калифорнийский new brighton beach это такое место где люди не только кемпингуют это калифорнийский парк до калифорнийский парк здесь люди не только кемпингуют но там всякие партии могут на пляж еще чего-то но вот мы едем конкретно туда где кемпинг вот мы едем на кемпинг и там у нас друзья на их местечке для кемпинга там уже пар парковки для нас нет поскольку там много гостей но нам дали такой талончик для парковки для парковки в дополнительном месте вот мы сейчас должны его найти еще тоже да мы подъедем мы подъедем к ребятам разгрузимся вы видите что тут довольно таки туманно я бы сказал вроде мы только током вот знак говорит какие номера где нам нам 55 мы направо вечером холодно вы не себе не представляете количество одежды мы взяли так 55 до правей мы взяли одежду теплую тут еще поймете дело не то что ты замерзаешь но ты вот сядешь там и сидишь и сидишь очень нет здесь туда сыра очень да ну так это весь весь парк такой с этими армии а они подключаются к электричеству канализации вот тут пожалуйста туалеты общественные насчет канализации кстати не уверен это я может быть лишнего сказал так это ты видишь где мы нам нужно 55 подожди а ты уже проехал по 57 57 а где же назад можем можем назад интересно получается друзья вот так едешь едешь и не не попадаешь куда хотел за собственные деньги да вы можете спросить а почем это все но вот нам а вот они вот они нам запарковать нам запарковаться стоит десятку привет заедете туда носом а потом задом сюда нам дали парковку на оверфлоу разгрузимся за данному уже передом едем ладно сейчас мы тогда подъедем задом через туалет друзья через туалет задом это хорошее такое а вот наши друзья сидят тут когда пока мы их не видели они успели перекраситься в другой цвет хорошо так односторонние движения поди знай а мы не не мы люди законопослушные одни односторонние значит односторонние главное с дороги смыться чтобы нас потому что мы явно ее перекрыли так где-то должно быть совсем близко судя по картиночке которые у меня там есть вот прямо вот где-то вот тут вот называется паркинг оверфлоу ну что друзья вроде бы нашел я паркинг не сразу понял где стоит вот тут ну отлично вот за десятку можно целый день стоять и вот идет тропа и по идее эта тропа приведет меня прямо к тому месту где ребята остановились движение только в одну сторону здесь поэтому трудно так как-то развернуться проехал так если не то попал начинаешь по кругу ходить что со мной и произошло мы уже наверное третий или четвертый год тут ребятам приезжаем у них оборудование специальные транспортные средства все дела а мы так за компанию рядышком поскольку у нас дачи санта-круз а тут езды буквально минут 15 и даже вот я рассказывал у меня один из таких сюжетов можно сказать уперли звук там свой наложили получился рассказ о том что как вот американцы отдыхают хотя могли бы и ссылочку дать я не то чтобы там как-то мне жалко но не дать ссылочку это конечно в традиции в традиции знакомый нам всем по жизни в той или иной части света вот и какой это смотри-ка джип ранглер прям красавец так вот тут этот мерседес кто-то наверно прикупил из наших знакомых раньше у них такого не было боря чей это такой вот вот этот вот красавец чей толика так это он недавно приобрел да понял артолик то где а рядышком толик рядом а чей вон тот замечательный джип такой я не понял а что же он на двух сразу как как так он же с мотором он зацепил да он хотел санта-кросс поехать а видишь этот он устанавливается да да и понял то есть отъехать несмотря на то что мерседес может сам ехать он его цепляет как прицеп а нельзя купить а нельзя купить сразу прицеп что же так ну без без двигателя а как он его с горки толкнул и нет допустим захотел санта-кросс поехать а я дарил он не хочет снимать себя но зарядиться в свой джип до едет куда он хочет смотреть понял вот так вот в парках велоустроен да они не пускают на поэтому люди там оставляют машину понял вот они друзья человека друзья человека в таком дружеском можно сказать антураже воздух свежий воздух свежие там у них какие-то палки чтобы грызть косточки там пути сладкий вот попискивает в общем жизнь удалась можно сказать а вот боря делает этот продукт который называется как буженином но ты хлеб сделал хлеб у тебя что станок специальный нет хлеба булочная машина а говорят она электроэнергии много жрет для хорошего хлеба электроэнергии главное чтобы хороший продукт получился на выходе чтобы хорошим тарелку да света отдаем тарелку светлане друзья она она заслужила мы прошлись мы прошли сейчас сколько шагов да и точно будем знать сколько еще буженина можно добавить до нехитрое приспособление для готовки пищи с газовым баллоном так костер костер американской железной трубе экологический трубы это зала которая собралась от посетителей то есть зала ты думаешь там накопитель на так она они наверное чистят ее в конце сезона ну да ты знаешь что тут есть даже дырки сбоку вот про просверлил да то есть по идее зала не должна туда перекрывать как бы то есть на самом деле идея в том чтобы там была какая-то зала чтобы это не было прямо на земле ну как салат